ТЕЦ-9 ТЕЦ-9 В ходе встречи с представителями коллектива губернатор также ответил на вопросы. В частности, глава региона сообщил, что до конца 2014 года в области планирует создать в эксплуатацию 35 детских дошкольных учреждений. В 2015 году начнется реализация областной программы по строительству школ. При этом Сергей Рощенко подчеркнул, что в Иркутске и Ангарске темпы строительства соцобъектов пока невысокие. Что касается Ангарска, в этом отношении, конечно, мы кардинально отстаем. У нас, как ни печально, Ангарск, Иркутск, такие города с профицитными бюджетами, они в этом плане отстают. Поэтому мы как раз... Вот Елена Юрьевна сейчас всю власть в Ангарске на своих женских плечах несет, мы ей благодарны. Но нужно, конечно, сделать так, чтобы власть в Ангарске была. И по строительству социальных объектов, чтобы Ангарск не доставал ни от Таларского района, ни от Усть-Арды. В ходе встречи затронули и политическую тему. Сергей Рощенко отметил, что Ангарск сейчас на пороге больших перемен. От того, какие люди займут места в районной думе, будет зависеть дальнейшее развитие города. Но в любом случае первоочередной задачей новой власти должно стать объединение города и района. По объединению теперь нужно пройти, исправляя ошибки прежних времен, абсурдное разделение. Поэтому для того, чтобы это теперь исправить, нужно пройти этап сегодняшних выборов и потом принять на муниципальном уровне. Сейчас, как я понимаю, те люди, которые этим в политической степени занимаются, они консолидированы. Поэтому примем решение на муниципальном уровне сразу после сентября. И я гарантирую, что мы на региональном уровне примем сразу же закон после этого. И в сентябре следующего года придется еще одни выборы проходить. По окончании встречи Сергей Рущенко отметил, что сейчас Иркутская область стабильно развивается в нескольких направлениях. Гидроэнергетика, нефтегазовый сектор и других. Правительством Иркутской области применяются все возможные меры для сохранения производств в регионе.